Всем привет! Меня зовут Вика и я из Украины, но уже более года живу в Эль-Сальвадоре. И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами топ-10 фактами о Эль-Сальвадоре, которых вы точно не знали. Эль-Сальвадор – это самая маленькая страна в Америке. Она расположена в Центральной Америке и ее соседи Гондурас и Гватемала. Давайте начнем с того, что страна, которую мы привыкли называть Сальвадор, на самом деле называется Эль-Сальвадор. И связано это с тем, что официальным языком Эль-Сальвадора является испанский, а в испанском языке перед существительными используются артикли. Поэтому правильно говорить Эль-Сальвадор. И некоторые сальвадорцы обижаются, когда их страну называют неправильно. Эль-Сальвадор в переводе с испанского означает «спаситель». Также спасителем называют Иисуса Христа. И на самом деле Эль-Сальвадор – это очень верующая страна. Тут исповедуют католицизм и протестанизм. На территории страны есть огромное количество разных церквей, а также о Иисусе Христе рассказывают прямо на улицах или даже в автобусах. Национальной валютой Эль-Сальвадора является доллар США и биткоин. В 2021 году молодой президент страны Наибу Келли ввел в стране второй национальной валютой биткоин. Это вызвало шумные обсуждения в разных странах, таких как США, Европа и так далее. Однако на данный момент биткоин – это очень популярная валюта в мире и на сегодняшний день очень много бизнесменов приезжают в Сальвадор для того, чтобы начать здесь свой бизнес или просто зарегистрировать свой бизнес, так как работать с биткоином очень удобно. Также это очень удобно для сальвадорцев, которые выехали за границу. Дело в том, что из-за войны, которая была в Сальвадоре, а затем из-за бандитов, которые до 2020 года держали всех людей в страхе, многие сальвадорцы вынужденно покинули страну. И на данный момент вернулись далеко не все. Однако у большинства из выехавших в Сальвадоре остались родственники, друзья и близкие люди, а также свой бизнес. И на пересылку денег Western Union, MoneyGram и так далее сальвадорцы тратили очень много денег. А чего валют позволяет отправлять деньги без каких-либо комиссий с помощью кошелька, который называется чего валют. Это кошелек, который сделан специально для сальвадорцев, где люди могут спокойно переправлять деньги без единой комиссии, как в биткоине, так и в долларе. Эти деньги можно сразу обналичить в терминалах, либо расплачиваться прямо сразу ими здесь в стране. В Сальвадоре есть огромное количество терминалов чего валют. Также здесь в Сальвадоре есть такие автоматы, где вы можете за каш, за наличку, вы можете купить биткоин на любой свой биткоин кошелек, который имеете. Как видите, можно выбрать украинский язык и нажать предбаты, либо продаты, либо приводить киток назад. Давайте нажмем предбаты. Введите в адресу призначенный. Да, нужно отсканировать свой код кошелька и внести денежку. И все. И здесь очень легко расплачиваться в магазинах, на заправках. И здесь даже есть пляж, который называется пляж биткоин, где вы можете все что угодно купить за биткоин. И, кстати, прецедент открыл в стране даже клинику, которая называется Chivo Pets. Это ветеринарная клиника для животных, где вы можете расплачиваться только биткоином, но абсолютно все услуги очень дешевые. Например, консультация стоит всего лишь 25 центов. Теперь перейдем к самому устрашающему вопросу. Правда ли, что Эль Сальвадор – это очень опасная страна? Начнем с того, что я, как и многие, очень боялась сюда ехать. Я думала, что здесь очень опасно, потому что нам показывают по телевизору, в Ютубе, что Сальвадор – это одна из самых опасных стран в мире, что здесь много банд, которые убивают на улице людей просто так. Но я все же переборола себя, потому что мне был интерес узнать родственников моего мужа, его семью. И, соответственно, я переборола себя и приехала в Сальвадор. Таково же было мое удивление, когда я поняла, насколько здесь спокойно сейчас. И я даже представить себе не могла, что Сальвадор будет моей второй родиной. Даже когда я просто вышла из самолета, я была обескуражена. Современный аэропорт, отличные дороги, какие в Европе далеко не везде есть, огромные торговые центры. В общем, первое впечатление о стране уже заставило меня задуматься, а все ли на самом деле так, как нам показывают. Но я все еще боялась, что тут может быть опасно. Если честно, больше всего я боялась не бандитов, так как я знала, что они и раньше не особо трогали туристов, а всяких насекомых, змей и так далее. Спустя месяц проживания в Сальвадоре я поняла, что достаточно сложно набрести в Сальвадоре какое-то опасное животное. Я лично еще не видела за больше, чем за год ни одной змеи, даже тарантулов не видела, хотя здесь их достаточно много. А теперь к основному. С приходом к власти нового президента Наива Букеле, который правит страной с 2019 года, ситуация в стране кардинально изменилась. Он ввел в стране то, чего не делал ни один прошлый президент Регимен де Эсепсион, что переводится на русский «исключительный режим», то есть он называл всех бандитов террористами и занялся их отловом. В тюрьме оказались более чем 60 тысяч участников преступных группировок. По улицам ходит много солдат, даже в автобусах они следят за правопорядком. И сейчас Сальвадор признан самой безопасной страной в Латинской Америке. Я тут больше года, и я могу это подтвердить 100%. Да, действительно, это так, Сальвадор очень безопасная и спокойная страна. Ну, про наркоманов я даже не буду говорить, потому что здесь нет такого. Здесь даже алкоголь не употребляют так сильно, как в Европе. Из-за всей той грязи, которую нам показывают по телевизору о Сальвадоре, либо в Ютубе, мы совсем забыли о самом главном, что есть настоящим кладом этой страны. Это невероятную и уникальную природу, уникальные туристические места, о которых, к сожалению, не так часто у нас рассказывают. Здесь есть вулканы. Вулканические озера. Пирамиды Майя. Водопады. Тут есть большие торговые центры, а также есть популярные магазины, которые мы имеем в Украине, такие как Nike, Zara, Mac, Pull&Bear, Bershka. Также здесь есть популярные рестораны, которые мы имеем у нас в Украине и в Европе, такие как Starbucks. Есть Subway, McDonald's, Burger King, KFC и другие рестораны, которые популярны в Украине и в Европе. И много-много прочего. Кстати, в Сальвадоре одни из самых лучших пляжей для серфинга. И здесь проходит Всемирный чемпионат мира по серфингу. Здесь уникальные волны, которые вы не сможете найти в какой-либо стране. И многие иностранцы, туристы приезжают сюда для того, чтобы почувствовать эти уникальные волны. Так что, если вы увлекаетесь серфингом, то вам однозначно сюда. Эль Сальвадор развивается не по дням, а по часам и все больше набирает мировое признание. Кстати, Мисс Вселенная в 2024 году будет проходить в Эль Сальвадоре. Это ли не успех после всей той грязи, что была? Да-да, Эль Сальвадор сейчас очень шустро набирает обороты. И на данный момент многие инвесторы заинтересовались этой страной. Некоторые открыли свой бизнес в Эль Сальвадоре. По большей части это туристический бизнес. Ведь, несмотря на то, что это самая маленькая страна в Америке, она имеет неисчислямое количество обалденных туристических мест. Если у вас есть возможность и желание, я думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы открыть свой небольшой бизнес в Эль Сальвадоре. И местные жители вас примут со всей душой. А теперь поговорим немного о сальвадорцах. Я еще никогда в своей жизни не встречала настолько добродушных, дружелюбных людей. Они всегда помогут, всегда подскажут. Надо будет спать уложить и накормить. Это просто невообразимо. Они очень любят туристов. Я так полагаю, что связано это с тем, что до недавних пор их тут было совсем немного. Кстати, если вы блогер, то я очень советую вам приехать сюда за контентом. Сто процентов я гарантирую вам много просмотров у видео о Эль Сальвадоре. Ну и в общем, вы можете быть уверенным, что в этой стране вас примут как своих, даже если вы не знаете испанский. Эль Сальвадор очень недорогая сторона для туристов. В зависимости от качества и сути желаемого отдыха, здесь можно провести неделю от 200 долларов на человека. Итого бывает дешевр. Ну а также здесь есть хорошие дорогие отели, где все включено. Соответственно, они стоят дорого. От 200 долларов за ночь за один номер. Плюс Эль Сальвадора в том, что здесь достаточно дешевые туристические места, проезд, проживание. Кстати, на еду и на проживание цены в Эль Сальвадоре почти такие же, как и в Украине. Но при этом минимальная зарплата в Эль Сальвадоре в полтора раза выше, чем в Украине. И она составляет 365 долларов. Аренда жилья также недорогая, от 100 долларов и выше. Например, мы живем в этом доме за 215 долларов в месяц. В нем есть две комнаты, зал, кухня и дворик. Также есть своя парковка на две машины, территория охраняемая, есть футбольное поле, баскетбольное поле, есть бассейн. В общем, я думаю, в Украине такой домик обошелся бы не менее 350 долларов. Также тут недорогая медицина. Я была в шоке, когда узнала, что поставить брекеты тут стоит 25 долларов в месяц. И все. 25 долларов в первый месяц, 25 долларов в второй месяц и так далее. Я дешевле и представить себе не могла. Также меня удивила погода в Сальвадоре. Целый год я мечтала попасть на миг в нашу холодную Украину, в нашу зимнюю Украину, потому что жара меня просто изнемогала. Но многие сальвадорцы мне советовали подняться на самую высокую точку Эль Сальвадора, на гору, которая называется Эль Питаль. И на наше Рождество 7 января мы решились поехать. У меня был шок. Там температура ночи упала до плюс четырех, но ощущалось будто меньше нуля из-за дикой влажности. Я очень насладилась холодом и даже умудрилась простыть за один день. Но зато теперь я поняла, что в Эль Сальвадоре не соскучишься за холодом, потому что всегда, если ты уже устала от жары, можешь подняться на гору и лучше в Эль Питаль. А я-то думала, что тут кругом вечная жара. И, наконец, меня очень удивила еда в Эль Сальвадоре. Еда настолько разнообразна, что глаза разбегаются. Тут очень популярна уличная еда. И, кстати, сальвадорские пупусы – это национальное блюдо, лепешка из кукурузной или рисовой муки с разной начинкой. Так вот, пупусы заняли топ-1 по национальной еде в Центральной Америке в 2022 году. Это очень вкусно и очень просто. Для меня очень странно, почему мы не знаем об этом блюде в Европе. В общем, тут я для себя открыла новый мир еды и до сих пор не могу прийти в себя от осознавания того, что бананы можно жарить и что не все бананы сладкие. В общем, меня очень удивил и удивляет Эль Сальвадор. Он очень быстро отстраивается, очень быстро улучшается, реставрируется. В общем, он растет просто на моих глазах. Каждым днем он все лучше и лучше. Если у вас есть возможность, я вам очень советую приехать сюда посетить, просто хотя бы как туристы, посетить разные туристические места. Здесь их огромное количество. Я уверена на 100%, что вам понравятся эти места. Возможно, вы задумаетесь сделать свой бизнес здесь, либо остаться здесь жить – это уже на ваше усмотрение. Но я знаю, что в Сальвадоре и сальвадорцы вас примут как своих. Да, и страна вам понравится однозначно. За еду я уже вообще молчу. И также, если вы украинцы и хотите приехать сюда как беженцы, также вам, конечно же, здесь помогут, дадут жилье. За это тоже можете не волноваться. Сальвадорцы очень дружелюбные и они всегда помогут. Никогда ни в чем не откажут. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, распространяйте его из своих других знакомых, потому что я хочу, чтобы больше людей узнало правду о этой стране, а не то, что нам всегда показывали. Сальвадор уже абсолютно другая страна. Она очень быстро поменялась. Да, это правда. Спасибо новому президенту. Возможно, раньше было так, как показывали раньше, но, к сожалению, немного людей показывает то, какой Сальвадор сейчас. Он очень изменился и я вас прошу, пожалуйста, поделиться со своими друзьями и знакомыми, чтобы как можно больше людей узнало правду. И поставьте свой лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!